Чудеса Дорогие друзья мои, приближается новый учебный год, вернее, он уже приблизился, он уже практически начался. И, конечно, для того, чтобы он был удачным и для детей, и для родителей, хотелось бы получить благословение. Потому что с благословением как-то не так страшно и не так опасно пробираться через лабиринты знаний и грызть гранит науки. И поэтому хотелось бы у отца Андрея получить благословение на новый учебный год. Тем более, может быть, не все из вас успели побывать на молебне, посвященном новому учебному году. Отец Андрей, но если кто-то не побывал на молебне, это ведь не так страшно. Здравствуйте, Анета. Здравствуйте, дорогие телезрители. Любое благое дело мы всегда начинаем, конечно же, с молитвы и с благословения. И, конечно же, когда начинаем учиться, начинаем грызть гранит науки, очень важно тоже просить сюда у Бога помощи. Потому что невозможное человеку, возможно, у Бога. Нам много чего невозможно, трудно. И мы знаем, как и дети, которые были на каникулах, не все, наверное, еще настроены на учебный процесс. Еще кто-то хочет, наверное, еще, чтобы каникулы были продолжены, например. Но время, оно быстро пролетает. Кто-то оздоровился, детки набрались. Все силы идут в школы, за парты, студенты идут учиться, все идут познавать науку. Потому что вообще мы всю жизнь, как бы, постоянно учимся чему-то. И дети, и взрослые, мы постоянно бываем в таком учебном процессе. Но для детей это особенный момент. Может быть, даже бывает какой-то стресс уже. И начинаются уроки. Для родителей это тоже испытание, потому что родителям тоже нужно набираться сил, чтобы помогать детям в учебном процессе. И поэтому, конечно же, важно очень не спрашивать также и помощи Божией. Потому что самим мы можем на себя надеяться, но всегда только на себя надеяться, оно всегда будет даваться трудно. Но когда мы будем надеяться на Бога, то, конечно, с Божьей помощью будем легче преодолевать те препятствия в познании мира, науки, познания окружающего всего нашего, математики и всех предметов истории. Потому что все это очень важно. Все предметы, они важны. Дети, они всегда это понимают, когда говорят, что надо учить, то, конечно же, ребенок один учится с радостью, другой не спешит учиться. И поэтому родители здесь ответственность, чтобы они также помогали и увещеваниями какими-то, и добрым словом, с любовью помогать в учебном процессе. Потому что учитель дает знания, учитель дает в школе знания, он у ребенка приходит домой, и здесь начинается, что еще хочется погулять, и не хочется садиться учить домашнее задание. Поэтому есть в этом помощь родителей. Но начиная учебный процесс, очень важно начинать его с молитвы. И в храмах к концу лета, перед началом учебного года, служатся молебны, особенные молитвенные прошения, которые возносятся к Богу с просьбой, чтобы Господь благословил отроков на учебу, чтобы знания давались с легкостью, чтобы они легко ложились на сердце, на ум каждого учащегося. Мы знаем, что дети молятся, они молятся часто, но молятся, когда, например... Господи, благослови, чтобы учительница заболела. Заболела учительница, да. Или если какая-то трудность, там, надо сдавать контрольную, или какой-то тест, экзамен, тогда, конечно же, дети понимают, что свои силы – это хорошо, но нужно еще заручиться другими какими-то силами. Они говорят, тогда, конечно же, Господи, помоги. И мы видим, когда приходят дети или студенты в храм Божий, ставят свитечку, молятся. Благое делают, конечно же, да, но имеется в виду, что мы должны не только в трудности, в такие уже трудные моменты прибегать к Богу. Мы должны каждый день просить Господи благослови, чтобы с легкостью давалось учение. Есть святые, которым мы особенно молимся. Такой известный святой преподобный Сергий Радонежский, который из его жития мы знаем, что он сам не умел читать, трудно было ему читать, и трудно давались ему все науки. Но однажды Господь так ему даровал, что он встретил старца, и после этой встречи все изменилось. И тот, который, казалось бы, был необразованным мальчиком, он стал очень высокообразованным, и духоносным отцом, и великим подвижником, на которого особенно монашествующие равняются. То есть это пример того, что может сотворить Бог, и что именно молитва к Богу, что она дает. А когда мы молимся, Господь говорит, что просите и дастся вам. Потому что многие дети, может, не молятся, а хотят, чтобы легко познавать науки. Надо молиться, надо помолиться Богу. Господь все устроит, лишь бы мы молились. Ну и, конечно же, и нужно учиться, потому что если только думать, что молиться Богу, а книжки не открывать, тетрадках ничего не писать, то так тоже дело не пойдет. Потому что Господь всегда ждет нашей участи во всем. И Господь нам дает свободу выбора всегда, и Господь ждет, чтобы мы делали первый шаг. И когда у нас есть желание учиться или что-либо делать, то мы еще и спрашиваем Божьего благословения, и Господь нам в этом помогает, и помогает старицею, и множецею, помогает в наших трудах. Поэтому все должно делаться без лени, и в том числе и в учебе. Потому что знаем, без труда не вынишь рыбки из пруда. Будем трудиться, будем молиться, просить, Господь будет подавать. Да и родителям нужно молиться о своих детей, помогать, чтобы Господь даровал им ум, даровал им разум в познании истины. Чтобы действительно все то доброе, благое, чему они учатся, чтобы оно с легкостью ложилось на их сердце. Потому что все, чему научимся сейчас, оно все в жизни потом пригодится. Это, можно говорить, уже взрослые, которые какой-то этап жизни прожили. И, оглядываясь назад, мы видим, и сами иногда вспоминаем, почему я не учился, а почему я пропускал какие-то уроки, знания, не придавал значения. Но время, к сожалению, вернуть нельзя назад. Поэтому родители, конечно же, желающие, чтобы их детки хорошо учились, они должны также участвовать в учебном процессе. И спрашивать, что они сегодня учили, чем занимались в школе. То есть, как бы, контролировать тоже этот учебный процесс. Ну и, конечно же, и научать молитве детей своих, и с ними молиться вместе. И просить у Бога благословения на труды во время учебы. Отец Андрей, и иногда бывает, когда начинается учебный год, начинается учебный процесс, начинается сложная напряженная жизнь в семьях, у кого есть дети-школьники. И вот этот процесс, он иногда затягивает настолько, что люди даже не виноваты, конечно, но забывается все на свете. И бесконечная-бесконечная гонка, от которой хочется убежать, но чем дальше ты от нее бежишь, тем быстрее она тебя догоняет. Каждый родитель переживает за свое чадо, чтобы с этого маленького человечка кто-то вырос, и чтобы этот сын или дочь был кем-то в жизни. И, естественно, родители из-за себя беспокоятся в этом плане, потому что они также понимают, что это будет когда-то их помощник или помощница в жизни. Это нормально, когда дети пекутся об родителях. Но, конечно же, гонка есть, потому что разные здесь аспекты. Наверное, кто-то думает, что одноклассник пошел в какую-то секцию, надо, чтобы и мой пошел, а другой пошел на какой-то английским заниматься, какие-то дополнительные, знаете, кто-то на другой кружок, кто-то на танцы. И кто-то, одни родители распределяют это, там, один-два занятия для ребенка, а кто-то хочет, чтобы он все умел. Наверное, за всем не угоняйся, и, может быть, даже таким образом у детей вообще забирают все-все время, которое у них есть, и даже и у детей самих получаются какие-то, наверное, стрессы. Поэтому тут уже нужно смотреть от качеств ребенка, то есть, к чему он склонен и сколько он может, скажем так, потянуть, выдержать от того, чего от него требуют родители. Потому что, бывает, и родители требуют сверхвозможное. Не каждый ребенок может учиться там только на 12-ке, или кто-то, может быть, учиться средне. Кому-то еще труднее даются познания науки. Поэтому нужно всегда смотреть по возможности ребенка, чтобы даже тот учебный процесс, чтобы он был хоть как-то ему в радость. И те другие кружки, занятия, они тоже должны быть, наверное, в меру. Потому что можно перегрузить ребенка, наверное, полностью забрать у него все время, даже не будет времени выйти на футбол, погонять мяча и полчаса. А ребенок должен иметь и это время. Поэтому нужно всегда к этому мудро подходить и особенно смотреть по способностям ребенка. Но и с тем же мы не должны расслаблять, потому что мы должны детей постоянно чем-то занимать, потому что мы знаем, что если не мы будем воспитывать, будет воспитывать улица, будет воспитывать компьютер, телевизор. То есть у них должно быть даже в свободное время, должно быть в меру. А учебный процесс, он должен быть в силу. Поэтому я думаю так, что надо благоразумно к этому подходить, чтобы и не сильно перегибать в плане всех занятий, и с тем же, так же и не попускать, чтобы ребенка не упустить в его воспитании. Все держать под контролем. Чтобы не было так, что где ребенок, а я не знаю, где ребенок. Потому что он пошел в школу, уже вечер, а он еще не вернулся. Бывает и такое, что родители не контролируют, где их дети. Мы знаем потом случаи, когда родители приходят и говорят, мой ребенок меня не слушает, моя дочь или мой сын меня ни во что не ставит. Что хочет, то и делает. Вот это вот наше воспитание, оно должно начинаться еще с самого-самого маленького. Вот есть такая маленькая притча, что к одному старчику пришел родитель с ребенком. Вот и говорит ему, говорит, вот че, говорит, с какого времени нужно начинать воспитание детей. Тут его спрашивают, сколько ему уже лет. Он говорит, два года. На два года вы уже опоздали. То есть воспитание ребенка начинается с утробы матери и продолжается все то время и в детском саду, и в школе. Вот пока он учится, мы не должны как бы терять из виду своего ребенка. Мы должны постоянно все равно спрашивать, интересоваться. И это будет самому и ребенку интересно, что им интересуются и что с него спрашивают. И с другой стороны, это будет его стимулировать тому, что он будет стараться все равно тогда те же уроки делать, заниматься чем-то. Поэтому родители должны постоянно участвовать в процессе учебном, быть участниками им полноценными.